Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжается утро на Болткоме. Артем Липин, Абикелкин его проводит. Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И во втором часе у нас опять гость. И теперь это экс-мэр Риги Олег Буров. Здравствуйте. Доброе утро. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете также писать нам по WhatsApp 2-300-6191. Да, Олег Буров у нас в студии. И вот продолжая, может быть, мы продолжим то, что на прошлой неделе вы говорили. Но сначала по итогам вот этого прошедшего знакового события, 9 мая, вот круги по воде по-прежнему идут. И не столько празднований или не празднований, непонятно, что это чрезвычайная ситуация, сколько о работе полиции. Вот на этой неделе много будет в связи с этим активности. И там министра внутренних дел приглашает на ковёр. Ну, вроде как уже отчитался, но... Но всё равно его пригласят в комиссию, сейма, где он там будет докладывать, почему не были приняты более жёсткие меры к тем, кто там цветы клал. Вот, ну, ваша оценка из серии, если бы вы были по-прежнему мэром, как бы вы на всё это реагировали? Ну, как я это могу? Я скажу свою реакцию как гражданин, как рижанин. Я думаю, что это очередная попытка политизировать этот вопрос. Я думаю, что полиция, как всегда, как каждый год, 9 мая, очень чётко отработала. И я абсолютно согласен. Вчера слышал комментарии по радио министра внутренних дел, когда он говорит, если бы всё это огородили, то около вот этого забора народ бы тоже собирался. Я думаю, что... Ещё было бы больше толчая. Да, конечно, не ходили, сантиметром не мерили эти 2 метра. Да, где-то какие-то были нарушения. Но если бы полиция начала везде отчитывать эти 2 метра, если бы это всё было, да, то были бы другие неприятные инциденты. И, ну, это такой очень тонкий эмоциональный момент. Поэтому я думаю, что работу полиции я оцениваю положительно. Будем говорить, всегда полиция хорошо организовывала работу, да, с общественными организациями. Но надо сказать, всегда, все годы, несмотря на большое скопление людей, всегда 9 мая, в Риге проходило спокойно, без каких-то ЧП, да. Поэтому здесь ещё раз спасибо полиции. И то, что мы видели, на самом деле, то, что многие отмечали, это прошло душевно. Люди пришли. И я не знаю, вот как вам кажется, но я заметил, что, по-моему, больше стали, чем в прошлые годы, возлагать цветы на памятники советским воинам. В Латвии где-то появилось. Это было видно и по социальному, хотя больше фотографий. Сказая, что они вообще не поедут в Ригу, они в Юрмале, вот есть памятник, там, где погибшие красноармейцы, они там просто возложили цветы. Ну, то же самое у меня один друг, то же самое возложил там в Царникове, да, и таких мест много, поэтому это тоже важно, потому что если эти могилы воинов, которые погибли, и их родственники, например, живут в России, если они имели возможность каждый год приезжать и возлагать цветы, то сейчас эта возможность была. Поэтому если мы сделали это за них, то это тоже хорошо. Поэтому это очень важно, не забывать и остальные места захоронений. Да, но мы уже немножко до эфира начали говорить о том, что сегодня у нас особенный день ничего, и потому что снимаются некоторые ограничения. Сегодня вообще изначально планировался конец чрезвычайной ситуации, его, как известно, перенесли еще на месяц, но вводятся у нас некоторые послабления, мы об этом говорили, и в том числе и о тренировках, которые можно проводить, и о том, что можно вообще собираться компаниями по 25 человек, но соблюдая вот эти два метра. Как вам кажется, насколько это проходит удачно, неудачно, и как вы видите, насколько это вообще нужны такие послабления? Смотрите, как проходит удачно, неудачно, мы с вами узнаем. Сейчас вообще это холодная неделя, поэтому народ, может быть, не будет так активно собираться, как собирались в предыдущей неделе на улице, и проводить время, если мы говорим о занятиях спортом. Потому что, будем говорить так, было видно по некоторым паркам города, например, пару недель тому назад видел в выходные дни, как выглядят Дзедуньдарс, но там ребята играли в футбол, в баскетбол, и там не соблюдались никакие два метра, и я знаю, что полиция не ходила, во многих местах не штрафовала, потому что это было бесполезно. То есть, все зависит от нас людей, и в магазинах бывает тоже разных. Есть магазины, где все-таки эта дистанция держится людьми, и есть магазины, где уже начинают толкаться. Это опять-таки зависит не от ограничений, это зависит от нас, от самих, от нашей культуры, от нашего понимания ситуации. Поэтому, если говорить об этих ограничениях, ну, например, появилась цифра 25. То есть, если раньше можно было соображать на двоих, а только, вот, или больше только в рамках своей семьи, то сейчас может быть 25 человек. Но 25 человек одновременно остается эти два метра расстояния. Поэтому, если мы сейчас с вами, вон, господа, после эфира пойдем в кафе, то между нами, поскольку мы не являемся членами семьи, должно быть расстояние 2 метра. Для наших кафе, которые многие сейчас закрыты, или рестораны, ну, должен быть очень большой стол, очень пустое помещение, то есть, теоретически... Вообще большая территория, да? Большая территория, теоретически возможна практически и так, да. Но вы можете устраивать у себя где-нибудь на огороде, на даче партии, да, приглашать гостей. И тоже все могут к шашлыку подходить... Дистанционно 2 метра. Дистанционно 2 метра, да. Поэтому какие-то послабления есть. Насколько это правильно, ну, я думаю, что, наверное... Наверное, мне кажется, это правильно, потому что выход с этой ситуации, он должен быть постепенный. Опять-таки, будет проходить мониторинг, потому что мы видим, вот где-то вчера сказали, что в Южной Корее пошла вторая волна. Вторая волна, да. Да, только потому что они резко открыли ночные бары, дискотеки и, в принципе, источник заражения там, да. Поэтому тут надо смотреть. Я думаю, что помещение есть в известной мере, где могут проходить совещания. Большая комната, где, может быть, сидеть 25 человек, до 25 человек, и, может быть, это расстояние. Я думаю, что я бы вообще больше 10 сначала бы не разрешал. Ну, мне так кажется. Ну, да. Опять-таки, все зависит от площади. То 2, то 25, в другую карьеру. Понимаете, с одной стороны… Но это сделано для спортивных тренировок, насколько я понимаю, для спортивных команд. Ну, опять-таки, надо смотреть спортивные тренировки. То есть, это не могут быть игровые виды спорта. Это ясно, что футбол он не может быть. Футбол может быть только такой. Один стоит в воротах, другой бьет 11-метровый. Есть какое-то расстояние, да. По-другому никак. И к баскетболу это тоже относится, да. Опять надо смотреть занятия, например, на каких-то турниках, да, потому что, если ты руками касаешься, да, как это все будет проходить. То есть, какие-то послабления есть? Насколько они, конечно, будут соблюдаться? Ну, нужно стараться их соблюдать. Вот интересно. С одной стороны, послабление, а с другой стороны, вот в общественном транспорте, в том числе в Рижском, теперь надо будет закрывать рот и нос. Ну, кто чем может? Кто там вот этой марлевой, вот этой вот маской, кто шарфом, кто платком, не знаю чем. Водолазкой. Да, кто-то этим джемпером, вот этим длинным воротом. Там все будет смешно. Абек, в прошлом веке и вы, и я получили медицинское образование, да. И, конечно, мы это понимаем, что эти все разговоры о масках, ну, они такие. С одной стороны, эта маска должна на самом деле, если это серьезно предохранять, лицо должно быть полностью закрыто. С другой стороны, ну, конечно, мы тоже, когда чихаем, кашляем, мы прикрываем лицо или как-то шарфом прикрываемся, поэтому, может быть, такое частичное ограничение, оно с одной стороны выглядит странным, да, хотя бы платком прикрывать, да, но, насколько я понимаю, например, в других странах, например, в Германии тоже такое ограничение есть, и именно боязнь того, что не хватит масок, если все будут ими пользоваться, да. И мы вчера видим тоже заявление министра здравоохранения о том, что у нас количество вот таких средств, как халаты, маски сейчас буквально ограничено на пару дней, поэтому, в первую очередь, это, конечно, для медиков, но... Ну, тут как-то странно с этими масками, потому что уже было сказано, полиция сказала, мы рейды проводить не будем, контролеры вроде как будут за этим следить, но наказок тоже не могут и не будут. И где-то они просят себя снять эту немножко маску там, ну да, чтобы проверить, да, посмотреть и так далее. В общем, это как-то очень все неоднозначно, например, вот мы с коллегами сегодня делились с утра впечатлениями, автобус, в котором я ехал, ну хорошо, если половина прикрывалась хоть чем-то вообще. А сегодня с утра, да? Да, 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 сегодня с утра я ехал, вот у кого-то были маски, у кого-то шарфы, но шарфы у кого-то... Спереди ехали люди вообще, спереди наоборот люди ехали с масками, сзади люди без ничего ехали, или какая-то была такая сегрегация интересная, у вот у другого человека, коллеги, у него наоборот почти все прикрывались масками. Вот как вам кажется, вот это отсутствие какого-то, условно скажем, кнута, штрафа за отсутствие маски, в чем тогда смысл этого ограничения, если никто и следит за этим не будет? Если будут штрафовать всех, тут будут очень много штрафов, и многих надо штрафовать, я просто в этой ситуации, может быть, ну мы зачастую, нам чуть-чуть сразу ругаем правительство, ругаем власть, все это очень непросто, и посмотрите, например, сегодня написали, как негативно жители Лондона восприняли, вот как, когда они все ринулись в метро и увидели, что все метро забито, только некоторые в масках ездят, остальные все без, и как это соблюдается, и все это сейчас критика в адрес Бориса Джонсона, премьера, потом оказалось, что это должны были везти не в понедельник, в среду, то есть во многих странах сейчас это все делается первый раз, и по-разному люди воспринимают, и, ну, это надо, надо, конечно, стараться, и потом, и потом, конечно, ну вот этот взгляд эпидемиологов о том, что, в принципе, немножко получить какую-то вот долю этого вируса, чтобы у тебя, ну, я говорю, таким не медицинским, чтобы вырабатывались антитела, вырабатывался иммунитет, и есть же такие, ну, как сейчас все эти дискуссии происходят, мы видим в интернете, что когда ты сидишь в абсолютно такой стерильной среде, никуда не выходишь, это не очень хорошо, что лучше немножко, чтобы ты получал эти бактерии, да, с другой стороны, а кто знает, какую ты норму получишь, будет это безопасно, и выработают свои антитела, или это будет уже, и перейдет положительный вирус, поэтому сейчас, я думаю, что, ну, как, естественно, все это нужно смотреть позитивнее, важно, важно, может быть, сейчас не столько, как мы будем одевать маску, прикрываться шарфом, а как мы быстро вообще начнем выходить с этой ситуации, и этот путь не будет такой быстрый, и я думаю, что те цифры, которые, все экономические показатели по стране, ну, и, соответственно, это все редуцируется на город, то, что получили, в феврале он был без изменений, в марте он шел по инерции с февралем, я думаю, что май он будет, ну, довольно провальный, я не хочу поднимать панику. Ну, в том числе и по сборам налогов имеется в виду, да? Я имею в виду, вообще по экономическому, мы же, ну, читаем, говорим, наше министерство финансово говорит, что, ну, экономика у нас снижение будет где-то на 7%, по Евросоюз называют максимальные цифры 14%, это, наверное, будет касаться южноевропейских стран, Италии, Испании, Португалии, да? Ну, надо настраиваться, что и у нас это тоже может быть больше, и, ну, вот, если возвращаясь к городу, в конце августа пройдут выборы, и депутаты в самом начале, когда все, поделят все кресла, начнут работать, это будет ориентировочно на конец сентября, первое, что они должны будут делать, это начинать готовить бюджет следующего года, и это очень важная тема, я думаю, да, не я организатор предвыборных дискуссий, но я думаю, что самое главное, это начинать уже сейчас, не с популистской точки зрения такой прагматичной, обсуждать бюджет следующего года, потому что, если мы говорим, например, о Риге, бюджет Риги миллиард, если снижение будет на 7%, то, значит, нужно сократить на 70 миллионов, то есть нужно найти где-то 70 миллионов, или сократить, или найти, вот где их найти, при всем при том, что мы все прекрасно с вами понимаем, что нужно думать о дополнительных каких-то социальных гарантиях, о дополнительной помощи, а это все в плюс, поэтому вот, и, ну, я хочу сказать, мы не вступили сейчас в предвыборную кампанию, но когда это пойдет уже массивно в августе, никто вам не скажет из кандидатов в мэры, из кандидатов в депутаты, давайте вот это и это срежем. Все будут говорить, что мы этим дадим, и этим дадим, и этим поможем, да? Да, 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 поэтому вот сейчас, конечно, об этом нужно думать, и возвращаясь опять вот к сегодняшней администрации, я думаю, что, естественно, это, с одной стороны, не их решение, но создавать базу для этого, это, конечно, к этому нужно готовиться. В то же самое время, конечно, нужно думать о той сложной ситуации, в которую люди попали, и вот, возвращаясь к отмене некоторых, мы сейчас с вами проговорили про эти 25 человек, про тренировки, про кафе, но есть одна вещь, вот, с которой мы вчера обратились с бывшим многолетним исполнительным директором Риги Юрием Радзевичем, к администраторам во временное руководство Рижской думы, о том, чтобы отменить платный проезд для школьников, для других категорий в общественном транспорте, потому что мы сейчас увидели то, что касается школы, можно, могут ездить на консультации ученики девятых классов русских школ, потому что там, по желанию, можно сдавать экзамен по латышскому языку, я напомню, если ты сдашь экзамен в девятом классе в русских школах по латышскому языку, ты получишь, это, апплейцы, сертификат, который тебе важно, многие уже ребята начинают в десятом классе работать, им это важно. Ну, те, кто не собирается работать, они могут подождать двенадцатые классы, там, ну, закончат и получат, да, для этого нужны консультации. Если они ездят на консультации, и двенадцатый класс, поскольку экзамен обязательный, будут консультации, они будут ездить, но сейчас в этой ситуации они будут ездить в общественном транспорте и платить полную сумму, поэтому мы обратились к тому, чтобы это отменить. А как тогда получается, что надо с одной стороны где-то найти 70 миллионов евро, а с другой стороны отменить плату за правильный? Извините, мы же с вами принимаем вообще это определенно, что вот эти ограничения, они были временные, когда пенсионеры начали ездить за деньги, инвалиды третьей группы, был отменен этот часовой билет, да, вот эти вот все моменты, да, это же на время чрезвычайной ситуации. Почему сейчас не начали пенсионеры ездить бесплатно? Только там потому, что чрезвычайную ситуацию продлили. Естественно, администрация Рижской думы, Рига-Сатексма, могла принять решение, ну давайте сейчас разрешим пенсионерам. Но они решили, что пока это слишком резко, да, как мы понимаем, насколько я знаю, ввести вот ограничения часовые они технически не смогли, очень жаль. Ну, я имею в виду, что, например, там с 10 до 3, с 10 до 5 пенсионеров могут ездить в транспорте бесплатно, в остальные часы платят деньги. Это технически невозможно, это очень жаль. Угрохали громадную сумму денег на Рига-Скарте, и таких опций там, оказывается, не было запланировано. Договор с Рига-Скарте закончится через полгода, и, конечно, там нужно сделать выводы, и следующий договор не должен быть таким дорогим и близко не должен быть к тем суммам, которые сейчас платятся. Но это уже, так скажем, другой вопрос. Поэтому, когда чрезвычайная ситуация у нас продлена до 9 числа, ну тогда, по идее, если она не будет продлеваться дальше, то с 10 пенсионеры у нас должны ездить бесплатно. Но для того, чтобы потом не сказали, ой, вы знаете, что-то не то, не так, и пусть они продолжают ездить, а я хочу сказать, что за администраторами не стоят политики, не стоят избиратели, они не политики. Это, возможно, стоят, да. Да, политики, я ошибся, да, политики как раз и стоят. Но они бойцы невидимого фронта, да, они не выходят прямо на сцену, стоят администраторы, три человека, поэтому они могут сказать, ну извините, вот так вот за деньгами. Поэтому очень важно обществу все время говорить о том, что это должно быть обязательно отменено, однозначно. Да, кроме того, я думаю, что то, что я уже когда-то говорил, вот наша партия, мы с господином Морозевичем говорим, обсуждаем, я сейчас не могу говорить, что это надо 100% делать, но возможности вообще бесплатного проезда в общественном транспорте. Это может стоить порядка 150 миллионов. Вы сейчас говорите об общественном транспорте. Вообще, в Риге, как в Талине, был общественный транспорт бесплатно. Это может стоить порядка 150 миллионов дотаций от Риги. В год. Сейчас Рига платит порядка 130 миллионов, где-то 20 миллионов. Вот эти цифры, на самом деле, это 150 миллионов, где при всей этой ситуации достать еще миллионы, какая может быть оптимизация расходов в Рига Сатекс, это мы сейчас смотрим. Поэтому я не делаю сейчас заявление, что мы однозначно это считаем, что так можно. Но это не является какой-то фантастикой, да, в принципе? Это не является фантастикой, просто нужно считать цифры. И здесь, в данном случае, можно делать политические заявления только тогда, когда ты все сосчитал. Давайте прием звонок с Эрлауса, 612-939, телефон прямого эфира, есть звонки, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вот ваш гость абсолютно правильно говорит о будущей ситуации. Вот хотелось бы в этом плане один вопрос был задать. Скажите, пожалуйста, в каких открытых источниках есть сегодняшний бюджет Риги по не просто в общей сумме миллиард, а как этот миллиард распределяется, ну, хотя бы на уровне, там, предположим, одного миллиона. Это можно где-то прочитать или нет? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да. Я думаю, что это есть на портале Рижской думы, бюджет есть. Рига ЛВ, да. Рига ЛВ, там нужно посмотреть, я думаю, что его можно найти, и специалисты могут разобраться. Там, конечно, большая часть это зарплаты, зарплаты учителям, но есть инвестиционная программа, есть социальная программа, то есть, конечно, бюджет он большой. Конкретно, сейчас я уже не могу сказать миллиард, планировался миллиард 63 миллиона, он уменьшен, ну, миллиард. Как будет в реальности, это мы это посмотрим. Еще один звонок успеем принять, и даже не один, возможно, передаваю. Доброе утро, я слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро. Господин Буров, а вот не считаете в данной ситуации, да, скажем, ну, так сказать, вопрос о том, что всем бесплатно, да, но в этой ситуации, наверное, как бы это нереально. А что касается пенсионеров, да, и здесь речь идет о неработающих пенсионеров, что все-таки, когда они даже дают людям, как бы, утром на работу, вот первый трамвай, ну, конкретно, да, когда теплая погода, уже пенсионеры едут на рынок, что все-таки им дать какое-то ограниченное количество проезда в месяц, чтобы там к врачу и все куда-то, ну, где действительно надо. А чтобы просто не катались, не протирали сиденья, которые надо тоже ремонтировать. Да, спасибо, да, не протирали сиденья. Спасибо. Да, естественно, есть эта дискуссия о том, что, может быть, нужно было сделать так, что пенсионеры могут ездить в общественном транспорте, когда основная масса людей, которые едут на работу, уже проехали, ну, например, с 10 часов и до, не знаю, 4-5 часов, да. Но вы говорили, что это ничем невозможно. Ну, хорошо, вот с этой Ригас-картой, дорогой, но технически вот такой, какой она есть, это невозможно, да. Еще раз, договор заканчивается в декабре, и это надо однозначно запланировать в новом задании о том, чтобы была возможность таких часов, да. С одной стороны, да. С другой стороны, ну, я, например, знаю по своей маме, да, она ездит в поликлинику, там, в 8 утра к врачу, да. Многие такие поездки тоже происходят, да. Правильно, ну, фактически, что... Надо быть первыми, да. Куда-то, например, там, забрать детей с детьми, там, с какой-нибудь, там, музыкальной школы. И это тоже может быть вечером, да. Поэтому я не знаю. Я думаю, что потом, опять-таки, у нас есть пенсионеры, которые тоже работают. И сказать, ну, они работают, им не надо, они могут заплатить за транспорт. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент средняя пенсия в нашей стране составляет, я уже говорил когда-то, по-моему, в ваших передачах, 350 евро. Это меньше минимальной зарплаты. Есть люди, которые, конечно, получают и больше тысячи, и таких людей, ну, достаточно есть количество. Но они, я думаю, не ездят на общественном транспорте, они ездят на своей персональной машине. Поэтому в данном случае пытаться как-то обделить пенсионеров, наверное, это было бы не совсем правильно. Фактически, я за то, чтобы вернуть эту ситуацию в прежнее русло, чтобы пенсионеры ездили бесплатно. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся, не переключайтесь. Да, продолжаем. Вот прям в эфире бывший мэр Риги Олег Буров у нас в студии. Вот еще прошлый раз, когда вы были у нас в эфире, мы начали говорить действительно о том, что приближается лето, и это не только спасение от коронавируса, но и возможность, конечно, делать какие-то ремонтные работы, мосты, дороги, как мы констатировали, мосты у нас в таком, ну как это, мягко сказать... В не лучшем состоянии. Да, в не лучшем состоянии, и не хочется более жесткие слова употреблять. Вообще транспортная инфраструктура. Да, с литовской компанией там расторгли договор. Что вообще будет по мостам, как вам кажется? Что вы знаете? Если вообще говорить о том, что нужно было бы сделать, понимаете, тоже там сейчас обещать это... Это, в принципе, должна быть для любого города, для такого большого города, как Рига, абсолютно норма жизни. Когда дороги отремонтированы, мосты отремонтированы. В чем у нас проблема? Мосты, большие дороги, ну какие-то магистральные дороги в плохом состоянии, дороги в районах, внутриквартальные дороги в плохом состоянии, да, идет эта программа на протяжении нескольких лет, в этом году тоже выделено 2 миллиона на ремонт внутриквартальных улиц, но в чем тут тоже проблема? Например, мне один из жителей попросил подъехать в район улицы Вилепа, Эльвирос, Грегора, вот в этот район около ботанического сада. И он показал многие дворы, где фактически в страшном состоянии находится асфальт, и он говорит, это связано с тем, что сейчас мусорные машины подъезжают, везде всюду заезжают, они тяжелые, там больше 22 тонн. Это одна сторона. Другая сторона о том, что если вы ездите, например, вам нужен там из Плявников попасть в центр города в рабочий день, везде пробки, вы включаете вейс, и он вас ведет, как? Он вас ведет по маленьким внутриквартальным где-то улицам объезжаем, и набирается много транспорта, который двигается. Естественно, они где-то объезжают, они выезжают на какую-то там уже пешеходную дорожку. То есть улицы для этого не приспособлены. Здесь, по-моему, на мой взгляд, нужно разработать департаменту сообщения план организации движения и в таких районах. Может быть, где-то сделать улицы с односторонним движением. Шлагбаум не поставишь. Очень же часто, например, люди, которые живут там или в ЗЭПной калнсе, или где-то говорят, мы хотим поставить шлагбаум около своего дома. Это наша земля, мы ее приватизировали. Так нельзя, да? Но можно организации движения сделать как-то, чтобы все-таки вот эти внутриквартальные территории не пользовались транзитно, потому что это в первую очередь для жителей этих многоэтажных домов. То есть вот таких очень много подъездов, что очень актуально, подъезды к школам и детским садикам. Мы тоже знаем. Вот, например... Ну вот, например, тоже, Вабик, знаете, 34-я школа и бывшая 68-я. Их объединили. Было принято решение о том, что начальная школа будет в здании бывшей 68-й школы. На мой взгляд, это было, вот с точки зрения организации движения, пусть уж меня простят, неудачное решение. Потому что если в здании на Кандово, с 34-й школы, вы можете подъехать на трамвае, на троллейбусе с детьми, вы можете подъехать быстро, и тут рядом школа. А в 68-й нужно идти через дворы. И когда начали туда двигаться машины, учеников начальной школы подвозят, эта школа хорошая. И там рядом детский сад. Да, да, да. Еще детский сад. Проехать невозможно. И проехать невозможно. И как мне говорили, там есть такие инциденты. И там и брызгает какой-то там слезокотачивый газ в глаза там какому-то там из водителей. Там все время создаются инциденты, да. Поэтому в данном случае вот многие такие вещи, их, конечно, нужно оценивать, когда мы это делаем. Логически, конечно, не логически, да. Но ко многим садикам плохой подъезд, плохо отремонтирована улица, лужи большие. Поэтому вот это должно быть приоритетом. Если мы говорим сейчас о большом проекте, ну, насколько я знаю, написана жалоба на конкурс на улицу Чака, не беру сейчас оценивать, в чем вина, или это какие-то игры строителей, или это справедливые претензии. Но факт тот, что я думаю, что обещание начать ремонтные работы по Чако Мариас с 1 июня, ну, я думаю, что в этой ситуации они будут вряд ли выполнены, и ремонтные работы начнутся позже. Это крайне плохо. И вообще могу в очередной раз сказать, эти работы нужно было организовать так, чтобы начинать ремонтную работу можно было и в марте. Город был пустой. Март, апрель, город был пустой. Никто не ездил из коронавируса. Если бы был начат ремонт, уже можно было много отремонтировать. Уже готова к ремонтным работам улица Бруненеку. Тоже очень хотелось бы быстрее начать там ремонтные работы. Одна из центральных улиц, между прочим. Ну да. И находится в страшном состоянии. Ну я буквально вот на прошлой неделе прошел по всей улице Бруненеку. Она уже полностью подготовлена для ремонтных работ. Уже сети проведены. Временный асфальт поставлен. Ну, насколько я знаю, там будет велодорожка. Это хорошо. Там довольно широкий тротуар. Ну, с улицы Ичака, получается, хотели как лучше, получается как всегда. Это неприемлемо. С Брасовским мостом. Ну, тоже пока время идет. Время идет. В свое время, когда я был мэром, я говорил о том, что где-то уже в конце марта, в середине марта можно половину моста начинать сносить и начинать ремонтные работы. Опять-таки все это тянется. Опять говорили, что где-то в конце мая, в начале июня будет готов проект и можно все будет делать. Но пару месяцев должно было уйти на снос половины моста. Опять это все тянется. А сроки были следующие, что за год построить половину моста, потом еще вторую половину. 1 сентября 2022 года сдать мост в эксплуатацию. Все это сейчас опять-таки тянется. Но это, конечно, не есть хорошо. Поэтому администраторам, конечно, администрации еще нужно контролировать, как работает исполнительная власть и больше коммуницировать с заказчиками. В отличие от того, что происходит с транспортом, я хочу сказать, что в школах сейчас ремонтируется департамент. Вот мои бывшие коллеги департамента имущества, они уже запустили строителей в школы и в детские сады давно. И уже есть какие-то помещения, которые… Ну, есть, например, там вот спортивный зал, Анна-Иммышская, Анна-Иммышская школа, да, на Клейсту. Там только сейчас зашли строители в спортивный зал. Где-то уже многие работы сделаны. Там в Пурцемской гимназии, уже в Пурцемской школе на Браткалуна. Там уже давно происходят ремонтные работы по канализации. Земель-Волсту-Гимназия тоже давно уже происходит работа. Поэтому, в принципе, все это делается заранее. К первому сентября все будет готово. Ну, вот говоря о ремонте улиц, у нас там прошлой неделе в гостях был городской активист Вестур Силниекс. И он, среди прочего, говорил о том, что есть план развития столицы. Он прописан, и там какие основные векторы развития, в том числе инфраструктуры, говоря о том, что основной ценностью для столицы, особенно в центре, являются пешеходы и велосипедисты. И он говорил о том, что где-то треть проектов улиц, которые выполнялись, они или выполняются сейчас, они не просто не соответствуют, они прямо противоположны. В том числе, вот улица Чак он приводил как пример, которая, наоборот, расширяет шоссе для автомобилей, а не наоборот. Вот как это вообще может происходить, если уже есть общий план? Он прав. Да. Он прав. А есть какая-то внутренняя коммуникация? Я скажу, я бы очень хотел бы, чтобы Вестур Силниекс стал, он сейчас от нашего списка будет баллотироваться в Рижскую Думу, я бы очень хотел, чтобы Вестур Силниекс был избран депутатом. Да, почему? Потому что я думаю, что на самом деле у нас должна быть создана такая концепция по велодвижению, на велосипедах, на скутерах, по городу, это все не просто развлечение, это разгружает общественный транспорт, разгружает центр города, да, и, естественно, должна быть нормальная велодорожка, ты должен по этой велодорожке попасть из пункта А в пункт Б, да, и то решение, где у нас на Чака будет просто часть или покрашена в красный цвет или другим материалом обозначена и, в принципе, там могут ездить на велосипедах, это заранее создается конфликт, потому что это не велодорожка, это условная велодорожка, и когда там кто-то, мы сядем с вами на велосипеде, поедем, то нас любой автомобилист остановит и скажет, куда ты поехал, и все, и сразу создается конфликтная ситуация между велосипедистом и автовозителем. Поэтому, кроме того, по Чака, Чака довольно сильная в общественном транспорте, улица, да, поэтому я не думаю, или велодорожка создается, или она не создается, а типа того, это такая, ну, на мой взгляд, неудачная галочка. Ну, вопрос даже не столько в велодорожках как таковых, а сколько мне просто не очень понятно, вот мне хочется вас спросить, у человека, который, мягко говоря, хорошо знает о том, как это работает изнутри, почему, если есть вот он общий план, он существует, как должна застолиться, почему какие-то проекты идут вот настолько в разрез с ним? Еще раз хочу сказать, это то, что я говорил, понимаете как, я очень долгие годы отработал в исполнительной власти в Решетской думе, но я работал в департаменте имущества, я был начальником управления, замдиректора департамента, долгие годы директором департамента, и я хорошо знаю эту область, и то, что я сделал, я могу отвечать, и за какие-то работы не сделаны, я принимаю критику, и могу гордиться тем, что я сделал со своей командой. То, что касается департамента сообщения, это я уже с ним более детально начал знакомиться, когда стал вице-мэром, и потом уже исполняющим обязанности мэром он, и мэром, я хочу сказать, диагноз, я вижу один, это неправильное планирование, недостаточная готовится документация, говоря о мостах, ну посмотрели, ну надо Брасовский мост ремонтировать, это в данном случае менеджмент не сегодняшнего руководства департамента сообщения, предыдущего, когда им руководил другой персонаж, который сейчас тоже в списках от одной партии на выборы в Рижскую думу, там было следующее, да, без особого глубокого технического обследования был сделан проект, такой дешевенький, простенький, подремонтировать мост, но за сумму очень большую 10 миллионов, начались ремонтные работы, видят, ой, нет, нужно его, он не соответствует ни по своей высоте, ни по своим показателям, техническое состояние плохое, лучше бы было, конечно, сделать новый мост, и продолжает вкладывать деньги, что-то дальше сделать, потом все эти работы остановились, и в итоге мы идем к тому, чтобы строить в ходе реконструкции новый мост, Дегловский мост, да, европейские деньги, да, начинаются ремонтные работы, основы моста, вот эти колонны, на которых стоит мост, вообще никто не обследовал, почему не обследовали, ну многие были зашиты там в регипсах, там были какие-то склады, но это вообще элементарные вещи, да, которые не было сделано, и потом возникают дополнительные работы, потом помните, как многим больше года тому назад остановили движение на Дегловском мосту, потому что там были, ну, проблемы с его состоянием, и министр внутренних дел остановил движение на мосту, что было в ответ, какая была реакция предыдущего руководства департамента сообщения, полиция не права, они не имеют права, неделями дискутировался, искали виновного, вместо того, чтобы взять и просто сделать эти все работы. И тогда, ну, когда я уже, ну, со своим опытом, как, ну, руководителя проектов, мы начали этим заниматься, и вместе с полицией, с начальником, руководителем государственной полиции все это решили сделать за две недели, все эти вопросы были решены, да. То есть, опять-таки, недостаточная база глубокая для того, чтобы делать проект. Проект некачественный, ремонтные работы начинаются, появляются дополнительные работы, появляются какие-то незапланированные работы, работы останавливаются. Поэтому очень важно планирование, очень важно планирование. На сегодняшний момент о чем говорится про улицу Чака-Мариас? Ну, да, если бы делать все нормально и запланировать и деревья, и велодорожку, на это бы ушло время и деньги. Позвольте. Я сам, будучи вице-мэром, я ходил на другое радио, на СВХ, я отвечал каждую неделю на вопросы Рижан. Ну, вопросы готовили департаменты. И, например, все время департамент сообщения мне готовил вопросы. Мы в этом году, то бишь это 19-й, прошлый год, будем однозначно ремонтировать. И я все это тоже какой-то этот самый попугай отвечал, а потом я просто смотрю, а ничего не ремонтируется. Я запросил информацию, а оказывается, проекта еще нет. Зачем? Я не знаю, но вот пускать эту пыль в глаза и пускать пыль в глаза руководству дома. Почему это делать? Почему с самого начала не сказать? Делаем нормальный проект. Мы знаем, что на этот проект уйдет год, два года, и деньги на ремонтные работы планируем после этого. То есть вот нет правильного планирования, на мой взгляд, это очень элементарные вещи. Поэтому освоение средств в департаменте сообщений было менее 50%. И в этом есть этот парадокс. У нас ямы на дорогах, у нас нет ремонтированной мосты и половина денег не освоена. Ну, результат только один здесь. Это плохое планирование, плохой менеджмент. Я только что пришла информация, очень быстро скажу, чтобы быть как бы актуальными. Вы поступили данные о новых зараженных коронавирусом за последние сутки. И сколько? 1900 тестов проведено, 4 человека найдено. Никто, к счастью, не умер. Стационировано 2 пациента, но общее число осталось 30. И обновились данные по выздоровевшим. Сейчас у нас на общее 950, которые были найдены инфицированными за все время пандемии в Латвии, 627 выздоровевших. То есть, ну, такие достаточно положительные числа. Последние сутки перед послаблениями чрезвычайной ситуации, вот такие у нас данные. Давайте мы успеем принять звонок. Да. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, вот многие пенсионеры беспокоятся, вернут ли им льготы, бесплатный проезд. Уже многие вспоминают Ушакова и думают, вот я спрашиваю многих знакомых, а не проголосовать ли нам снова за Ушакова? Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. За Ушакова можете голосовать в Бельгии, и там тоже голосование. Там он голосует в Европарламенте. Ушаков, вероятно... Ну, пока не сообщал, что Ушакова не участвует. Да нет, он не будет участвовать. Другое дело, что его портрет, может быть, как икона будут с ним ходить и говорить. Дело не в этом. Сейчас не будем говорить ни про Ушакова, ни про Ивану Петрову и Сидорову. Вопрос, о чем мы говорили много раз. Отмена общественного... Отмена проезда в общественном транспорте для пенсионеров, это было связано с рекомендациями этого Слыми Беспрофилакса Центра, в связи с тем, чтобы ограничить передвижение в общественном транспорте. Это принято на время чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация не будет вечна. На сегодняшний момент она должна была закончена быть сегодня, правительство ее продлило до 9-го числа. Последующий постепенный выход из нее есть. Вот сейчас мы призываем, чтобы школьники могли ездить бесплатно. То, что я уже говорил несколько раз, я еще раз повторю, что это абсолютно неправильно, нужно было сделать для пенсионеров хотя бы часы с 10 до 3, чтобы они могли ездить бесплатно. Но, увы, это оказалось технически невозможно. Соответственно, до 9-го числа у нас продлена ситуация чрезвычайная, после этого это должно быть отменено. Если вдруг временная администрация что-то такое придумает, я могу сказать однозначно, вот партия, которую я представляю, честь служить Риге, льгот Скалпут Риге, мы однозначно стоим на том, что и однозначно сделаем все, чтобы был бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте. Не по часам, а чтобы можно было ездить в течение всего дня. Все льготы, которые были в общественном транспорте, также, что очень важно для инвалидов третьей группы. Это работающие инвалиды. Я вообще не понимаю причину, почему этим людям, инвалидам третьей группы, сейчас отменены льготы. Они же работают. Да. Вот, может быть, в следующий раз мы поговорим не только об общественном транспорте, это очень важно, но и о такой проблеме, как вот парковка. Вы тоже ее затронули в микрорайонах. Вот мы знаем, что было в свое время планы. Вы об этом говорили, что, может быть, используют какие-то свободные земли, ну, муниципальные, для того, чтобы люди могли парковаться. Может, это тоже не дело, когда в дворе, да, на узкой улице спецтранспорт поехать не может, скорая проехать не может. Ну, мы это, может быть, в следующий раз отсудим. Поскольку мы с вами, да, еще встретимся в следующий раз, я бы хотел сейчас еще заявить одну тему. Это социальная тема. Это пансионаты, это уход на дому за, ну, людьми, у которых, ну, есть проблемы со здоровьем. Это и Альцгеймеры, это и с деменцией люди, это с инсультами, это люди, пожилые люди. Вот система наших пансионатов и ситуацию с детьми-инвалидами в семьях, да. Почему я бы хотел заявить эту тему? Потому что это тема не только социальной поддержки, это, ну, тема относится и к экономике, и вообще к ситуации в обществе, потому что она, ну, она очень важна, но давайте об этом поговорим в следующий раз. Да, сейчас у нас, к сожалению, уже время эфира подошло к концу.